Что такое здоровый образ жизни и как его соблюдать? С такого вопроса специалисты начали беседу с ребятами. Правильное питание, регулярные занятия спортом, прогулки на свежем воздухе и отсутствие вредных привычек. Каждый из пунктов медики постарались объяснить школьникам максимально наглядно. На помощь пришел и мультфильм. Виртуальное путешествие по организму курильщика показало, насколько пагубны последствия табакокурения. Что это такое желтое? Это отложение на зубах табачного тёртя. Вот что курение делает зубами. Появляются микротрещины. Зубы желтеют. А изо рта неприятно пахнет. Отдельно остановились на ответственности за употребление и уж тем более за распространение наркотиков. Она наступает уже с 14 лет. Практически один проступок в 14 лет может повлиять за собой очень серьезные неприятности, которые повлияют на всю оставшуюся жизнь. В этой своеобразной лекции приняло участие более 80 детей. После общения со специалистами они поделились впечатлениями. Мне очень понравилось. Я очень поняла, что не стоит курить, то, что загрязняются лёгкие, сужаются сосуды, погибают клетки. Вообще я не знал, что там в организме творится вот такое, что можно умереть от этого. То, что там даже если две затяжки делаешь, то можно умереть. И это для меня большой урок. В финале мероприятия восьмиклассникам было предложено пройти обследование на смокелайзере, чтобы определить уровень содержания угарного газа в выдыхаемом воздухе. Результат обследования медиков порадовал. Дети понимают ценность здорового образа жизни, понимают недостатки вредных привычек. И то, к чему приведут вредные привычки, они тоже это знают. Что могу сказать по поводу обследования? Обследование показало, что в основном никто не курит. Пассивными курильщиками являются несколько детей, но активных курильщиков в результате обследования мы не выявили. В завершении все ребята получили наглядные материалы и памятки, а самое главное – знания, которыми обещали поделиться с друзьями. Руслан Душевский, Анапа Регион.